Сбитые АНЛО, Россия, США Всю свою жизнь жители планеты Земля задаются вопросом, а существуют ли инопланетяне? А бывали ли они у нас в гостях? Одни без колебаний дают утвердительный ответ, другие отрицают существование иных цивилизаций. Однако нельзя закрывать глаза на многие факты и совпадения. Сбитые АНЛО Неопознанные летающие объекты встречаются на нашей планете на протяжении многих веков, есть очевидцы, наблюдавшие неких неземных существ и видов пришельцев, выходивших из этих аппаратов. Конечно, неверующие ученые всему найдут разумное земное научное объяснение, но к ним не относится Марина Попович, военный летчик-испытатель, доктор технических наук. По мнению Академии наук по аномальным воздушным явлениям, где она также работает в Новосибирске, Таллине, Арджоникиде, Дальнегорске и Тунгусске потерпели крушение неземные объекты, чему есть неопровержимые доказательства в виде стальных сплавов и других элементов, состав которых не поддается никакому толкованию. А может быть АНЛО не потерпело крушение, а попросту было сбито? В 1980 году генерал из НПО, сообщил что в 1980 году было замечено 3 НЛО и долго не отдавался приказ вышестоящих лиц о поднятии истребителей. Но когда решились, большинство истребителей, в том числе МиГ-23П, гонялись за НЛО, пока не израсходовали все топливо и вынуждены были совершить посадку. Когда МиГ и НЛО пошли в лоб друг на друга, наш летчик открыл огонь и сбил объект несколькими ракетами. Внутри громадного диска с куполом обнаружили двух пришельцев, доставленных в исследовательский центр. Чуть ранее, в 1978 году в Казахстане, сбитый НЛО оставил на месте падение зашкаливающую радиацию, а двое членов исследовательского отряда через некоторое время повесились. Не странно ли? Над Кавказскими горами сбитый зенитной ракетой в 1983 году объект, обнаружился случайно только через два месяца. Пилоты так и не нашли, а люди, обнаружившие НЛО, умерли. Как видно, на территории России сбитых НЛО хватает. Но по количеству сбитых НЛО первенство все же в истребители ВВС США. Летчики, ставшие участниками в битве между землянами и инопланетянами, утверждают, что скорость летающего объекта может достигать 200 тысяч километров в час, при этом его совершенно не слышно. Это невозможно на земной технике. Еще один громкий случай произошел в США в 1989 году. Пилоты авиабазы Волгала сбили НЛО, который при падении создал воронку диаметром 10 метров и расплавил камни и песок вокруг себя. Неземные существа внутри диска при взаимодействии с нашим воздухом упали в обморок, что позволило беспрепятственно доставить их на военную базу в США. Это были НЛО или Вашингтоне в 1952 году массовой панике населения предшествовало появление в небе нескольких неопознанных объектов в течение вторых недель. Поднятые истребители не смогли произвести даже выстрел, так как объекты удалялись от них на безопасное расстояние. Миллионы свидетелей, действия и приказы ВВС США фотоинопланетян, неопровержимые факты все равно были до смешного опровергнуты правительством нелепыми объяснениями. А в 1987 году у нас в Дальнегорске также было замечено сразу 33 НЛО, двигавшихся бесшумно и вызывавших электромагнитные помехи в телевизорах, радио, телеграфах. Свидетели, которых было более 100 человек, сделали вывод, что объекты что-то искали. Однако огласке такие события не предаются. Правительство США и России тщательно скрывают эти факты от населения в целях предотвращения паники. А может быть что-то еще скрыто от наших глаз и ушей. Можно предположить что НЛО земного происхождения, но тогда для чего в справочник американских ПВО добавлено изображение НЛО, а рекомендации по принятию мер в случае встречи с инопланетным разумом описаны на 14 страницах. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.